На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия в полуфинале чемпионата Беларуси по волейболу. Во втором поединке четвертьфинала энергетики дома обыграли Борисовский Батэ БГУФК 3-0. В первом матче на выезде команда Дмитрия Лихорада также была сильнее 3-1. В полуфинале энергия сыграет с солигорским шахтером. Первые матчи серии пройдут 23 и 24 марта на площадке Горняков. Женская команда гонбольного клуба Гомель на первой строке турнирной таблицы завершила первый этап чемпионата Беларуси по гонболу. От принципиальных соперниц гонболисток БНТУ БелАЗ Гомельчанак отделяет 2 балла. Компанию Гомелю и Политеху в квартете сильнейших составят Городничанка и Витебчанка. На втором этапе дружины сыграют 4 круга. Команда Тома Жачатара первый поединок проведет 27 марта дома против Городничанки. С БНТУ Гомель играет 6 апреля и 4 мая на выезде. И 20 апреля и 15 мая дома. Завершится гонбольный сезон финалом четырех Кубка Беларуси. Он пройдет 22 и 23 мая. Паузу между первым и вторым кругом заполнил сбор национальной команды. Под началом Тома Жачатара в Минске тренируются 16 гонболисток. Шесть представляют Гомель. Это Наталья Котина, Кристина Охраменко, Виктория Шимановская, Ирина Мокот, Ирина Трезно и Екатерина Селицкая. Завершится недельный сбор двумя спаррингами с командой Украины 22 и 23 марта. Кстати, в стане команды страны соседки две гомельчанки Анна Редька и Леся Смолинг. Футбольный клуб Гомель со счетом 0-3 проиграл новичку высшей лиги национального чемпионата старичному энергетику БГУ. Спарринг прошел в Минске. Накануне этого матча зелено-белые сообщили о подписании новичка. Состав команды пополнил Руслан Болов. 24-летний форвард выступал за Краснодар-2, Волгарь, Факел, Авангард и Химки. Соглашение с футболистом рассчитано на один год. Завершился открытый чемпионат области по настольному теннису для незрячих. В турнире участвовали около 30 человек со всей Беларуси. В общекомандном зачете первой стала команда нашей области. Серебро досталось сборной Гродненского региона бронза Витебского. В личном зачете среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась Оксана Иванова из Гродно. Второе и третье место завоевали гомельчанки Янина Шафаренко и Марина Рамадан. Среди мужчин золото и серебро увезли представители Гродно Сергей Шкибель и Павел Янушкевич. Бронзу завоевал Алексей Демидовец из Гомеля. Сильнейшие спортсмены отправятся на чемпионат республики среди инвалидов по зрению. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.